юрий здравствуйте здрасте начнем с самой обсуждаемой новости безусловно это атака беспилотников на кремль вы уже высказали что по вашему мнению киев переходит к тактике таких подлинких комариных укусов и высказали такое предположение что за этим след даже не соединенные штаты а британия мол их почерк угадывается но в таком случае если уже так этой терминологии пользоваться то какого размера должна быть мухобойка что ли чтобы противостоять таким укусикам проведя вот практически там теракт в самом центре москвы ударив по кремлю причем озвучив свои цели и планы удара не просто по кремлю но удара по нашему президенту по первому лицу россии она опять же обратите внимание происходит это на фоне недавно обнародованной информации от премьер-министра израиля о том что он упросил владимира владимировича дать гарантии безопасности зеленскому ну я так понимаю всем остальным пребывающим на территории украины когда они могут ходить по улицам фотографироваться да то есть и очевидно что владимир владимирович эту гарантию дал но как обычно это бывает запад естественно все договоренности нарушает вот явно продолжая вести вот эту политику двойных стандартов вернее просто обманывать всех вот и выступая как раз той самой известной парадигме так вот лицет йовина на лицет бою не считает себя теми самыми быками которым вернее теми самыми юпитерами до которым все это позволит но надо сказать что мухобойка который мы с вами говорим который скорее всего на это все-таки нити такой начиная там вот вообще нашего ядерного потенциала вот но тут тоже как бы знаете это называется бить из пушки по воробьям бить по украине ядерным потенциалом но есть другие у нас средства для этого но надо надо все-таки наказывать надо наказывать что потому что к сожалению наши враги очень примитивны по сути своей то есть они просто потеряли страх в прямом смысле слова потеряли страх вот и надо чтобы этот страх к ним обратно вернулся мы же помним первые недели когда зеленский не вылазил из бункера вернее вообще по тихому его увезли за территорию украины сейчас кстати он делал практически то же самое он поехал Финляндию там вдруг случайно да как бы как бы не связано с тем что происходит продлил свое пребывание в той же Финляндии потом сейчас переехал в Голландию Нидерланды потом скорее всего Германию поедет что-то ему дома не сидится в то время когда они организовывают многообещенный контрнаступ где главнокомандующий главнокомандующий командует где кем не на территории украины то есть сам факт знаете когда он посылает на убой мужчин с украины а сам в это время скрывается за рубежом это конечно очень серьезным образом демонстрирует его истинные отношения к происходящему из по идее если уж ты посылаешь людей на смерть наверное это должен был бы быть где-то рядом с ними ну по крайней мере так они должны чувствовать его присутствие а здесь все с точностью то наоборот вот я думаю что нам надо просто делать поправки на ветер пора уже в конце концов признавать украину террористическим образованием террористической организации террористическим государством если хотите до зеленского соответственно террористом сбо там украинскую там бсу это все террористические организации вот и действует по отношению к ним исключительно из этой с этой точки зрения а все кто поддерживает украину тем или иным образом должны быть пособниками терроризма вот и все совершенно по-другому надо надо просто поменять подход и для этого не обязательно пить куда-то по кому-то ядерным оружием надо просто расставить назвать вещи своими именами и расставить правильные акции вам не кажется юрий что вот эти вот название террористическая организация террористическое государство это большей степени игра в слова потому что но то что на самом деле нужно делать все и так мне кажется понимают да и неважно как это называется террористическая но там не террористическая интересы от этого глубинные они же не меняются на самом деле вы же понимаете да что все таки историю пишут победители а мы сейчас ведем это сражение в определенном смысле именно через призму будущей победы да то что останется в истории а как раз в истории кстати останутся слова вот если же говорить вообще изначально там о библейских принципах то сначала было слово а уже после то есть мы сначала формируем смыслы а потом уже с этого оружие с этими смыслами совершаем соответствующие деяния то есть это крайне важно на мой взгляд все таки делать акцент и называть их террористы это это крайне важно по многим причинам мы даже с вами понимаешь совершенно по-другому завертится тогда шестеренки вот смотрите для примера просто чтобы было понимание до вчерашнего дня среди людей с которыми я общаюсь которые живут здесь той же самой москве там или езжу по регионам был определенные проценты кстати немало тех которые говорили надо бы как-то все таки заканчивать это все надо было договариваться давайте там то украина пускай там сколько там просит там то там пускай и останавливаемся да мы заберем эти четыре региона которые уже наши по конституции а с остальным все сегодня после теракта проведенного уже напрямую ударом по кремлю эти люди говорят что слушайте стоп 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 ну и каким образом тогда их это остановит ну хорошо да вот четыре области мы освободили но остальные остаются украиной и соответственно с этих областей будет постоянно нависать угроза постоянно будут организовываться террористические атаки смыслы формировать надо в первую очередь я согласен но просто на мой взгляд они были сформированы гораздо раньше чем нежели после атаки неудачный к счастью конечно же беспилотников на кремлевский купол я опускаю вопросы как вообще в принципе могли оказаться над кремлем беспилотники нет не дружественные скажем так мягко как они в принципе там оказались бог с ним пусть специалисты разбираются я с вашего позволения позволить себе процитировать дмитрия пескова сегодняшнего реакция будет взвешенной и продуманный вот я понимаю сейчас эмоции они переполняют многих очень многих людей но а ведь действительно все таки мы же не эмоциями пали политика делается она же делается все-таки прагматиками как должна выглядеть взвешено действительно взвешенная и на продуманная реакция вот на ваш взгляд в первую очередь необходимо сейчас на мой взгляд сконцентрировать свое внимание над перемещением зеленского по украине он теперь если он если он туда решится приехать то уже с момента пересечения им границы украины он должен бояться нависающей угрозы что в любую секунду где бы он не находился к нему прилетит кстати надо отдать должное что русское оружие имеют возможности достать его практически под землю на любой глубине вот недавний удар по натовским специалистам под львовом они находились на глубине 130 метров в бункере бетонном это было впечатляющее согласно я думаю что вот этот сам по себе прецедент эта возможность она сейчас должна быть в принципе может быть даже и озвучена а можно и не озвучивать не факт неважно скажем об этом или нет это должно быть четкой и и действительно надо достать вот он сделал свой выбор дальше уже никаких других вариантов быть не может тем более что в принципе американцы я так думаю вот недавняя его истерика если обратили внимание по-моему позавчера в интервью он начал открыто опять обвинять вашингтон начал что-то там бурить в сторону говорит что вот да мы да 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 вы да мы да вот ничего не понимаете да это я думаю что связано это в том числе с тем что он осознает он конечно он мерзавец но не дурак что после этого удара по кремлю над ним действительно занесен наш меч и не факт что мы его не опустим на его голову вот а зеленский в этом смысле устранение зеленского руками россии это достаточно удобный такой манкер для того же запада чтобы привести к власти там например заложного там или еще то есть чтобы провести некую такую перезагрузку украинской власти да и кстати не исключено что перезагрузка может как раз с движением в сторону каких-то переговоров и даже какого-то перемирия а может быть наоборот появление уже реального пиночета в лице заложного да и уже так говорится война до последнего украинца во всех смыслах то есть не знаю такой вариант возможен вполне вот это один из таких вот там наши калибры например на наши цирконы там есть масса как бы наших ракет с разными названиями которые способны найти любого мерзавца в любой точке мира а уж тем более на исторической русской земле которая сегодня называется украина помимо этого все таки знаете вот запад действительно очень серьезно борется сейчас включает свои рычаги чтобы рассекать цепочки обхода санкционной политики вот российские там цепочки которые там взаимосвязаны явно там есть и китай и и многие другие корпорации компаний которые сказали хорошо санкции санкции да окей но придумали массу прокладок тогда и через них шуруют как бы обе стороны товары и все остальное ну надо сказать честно что и у нас то тоже в россии здесь тоже обход всего этого дела тоже шуруют то есть по моей информации немалая доля украинских танков ездит на российской гонючке не она конечно называется на российской да но продается она через прокладки из россии вот а почему это происходит то есть а что это за бизнесмены которые позволяют себе зарабатывать все свои кровавые барыши в то время когда наши солдаты в прямом смысле слова гибнут да и ну пора в этом наводить порядке очень странно что до сих пор это не произошло ну и так далее то есть такой знаете это это дорога с двусторонним движением они подкручивают гайки но и нам пора тоже подкрутить в конце концов это вопрос жизни и смерти для нас во многом вопрос жизни и смерти наших солдат может любой погибший солдат на фронте русский солдат любой русский гражданин русский человек может быть гражданином россии погибший там это трагедия это трагедия всего нашего народа и здесь надо с этим разбираться вот а что касается международной повестки слушайте но признание теористическим государством со стороны россии автоматически возникает вопрос что и другие страны тоже могут к этому подтянуться пресекать связи с теми кто является пособником терроризма украинского терроризма ну и вообще в принципе я считаю что украинство должно войти в историю как идея как носитель идеи терроризма как но я это называю поскольку препарирую очень глубоко на мой взгляд и философском точки зрения в историческом вообще с точки зрения история софии феномен украинской идеи это это болезнь болезнь южной части русского народа которая была придумана специально поляками для того чтобы перекодировать сознание русских людей живущих на юге россии вот начиналось это там еще со времен скажем у этой болезни там корни достаточно глубокие ориентировочно 200 лет недавности то есть мы можем давать отсчет этой болезни когда в начале там девятнадцатого века некоторые малороссийские интеллектуалы начали придумывать отдельный от русского языка малороссийский язык понимаете вот это был собственно пантелей монку лишь и так далее которые собственно придумал это усеченную форму русского языка для малограмотного христианства юга россии вот а потом мы эту форму взяли поляки русофобы принципе живущие на том же западе не ставшие то есть поляки которые не стали частью российской империи да которые после разделов остались в австро-венгрии и начали вот это дело муссировать и пытаться внедрять и переписывать там тараса пульбу гоголя где вместо русских казаков вдруг появляются украинские казаки и так далее и все и понеслась это уже это это был тот джин который обратно в бутылку было не за толка вот я считаю что этот момент надо очень важно об этом говорить причем он важен почему потому что во первых он соответствует исторической справедливости и правда абсолютно во вторых в политическом смысле это очень важно когда наш президент говорит что мы с украинцами один народ русский и вы здесь заложен очень серьезный смысл мы сегодня прям вообще как-то смыслах больше беседы меня это радует что придя на украину историческую русскую землю который называется украина и если мы один народ русский мы не просто освобождаем брата мы освобождаем родного брата вот если же говорить что мы братские народы это уже другая история когда уже мы все-таки если мы братские народы значит мы раз нет мы один народ русский мы освобождаем сербы тоже сербов мы тоже считаем братским народом сербами все-таки братские народы а вот с украинцами извините исторически это один русский народ который просто отурманен украинством. Обманут, отурманен украинством. Это, в принципе, сформировалось ментальное поле в течение последних ста лет. Прежде всего, большие кипи приложили к этому большую долю. Большую лепту внесли за счет политики насильственной корренизации малоросов. То есть за сто лет исчезли вообще малоросы как понятия, которые были до этого. Они были сотнями лет существовали, а за время советского периода их просто не стало. Я думаю, что единственный способ для всех нас пережить и перемолоть эту ошибку историческую. Вспомним, что мы все русские. Мы все части одного великого русского народа, одной великой русской культуры, в которой есть свои особенности. Но если мы начнем разъединяться, вот на примере Украины это очень ярко видно, то закончится тем, что всех нас перебьют по одному. А если мы объединимся, что, собственно, и происходит благодаря пониманию этих процессов, то мы не просто выстоим, мы вновь вернем свое былое величие. А былое величие это же не только самоуважение, но в том числе и благополучие это, в том числе, и достаток жизни, и все остальное. Ну, просто с вами сложно не согласиться, но если исходить из этого, то тогда, в общем-то, военные успехи теряют свое значение абсолютно. То есть война должна вестись вот здесь, а не на поле боя. Ну, главная, главная война. А насколько она успешна, вот сложно пока сказать. Тут-то и с военной точки зрения, как бы, бабка надвое сказала, еще не сильно там блистают успехом ни одна из сторон, давайте откровенно говорить. А с точки зрения переформатирования сознания, ну, или возвращения, если хотите, адекватного сознания, да, среди людей, которые сейчас живут на территории Украины, тут еще сложнее ведь? У каждого своя миссия, у каждого своя функция, если хотите, да, и фронт же, он же не один, он не сугубо военный фронт, да, он и информационный, он и экономический, и ментальный, и духовный. То есть очень много разных совершенно наслоений одновременно происходит. Получается, чтобы, вот давайте сейчас эти все остальные подождут, а мы пока повоюем. Нет, все происходит одновременно. Вот, и здесь, в этом смысле, конечно, на информационном поле у нас есть определенные вопросики, я бы так сказал, да, где-то серьезные вопросы, потому что, например, если на внутреннем контуре мы худо-бедно контролируем ситуацию, худо-бедно, повторюсь, да, то на внешнем контуре все очень сложно, чисто технологически мы не можем достучаться до многих и многих людей. Единственный способ это сделать, это просто уповать на волю Господа Бога, да, и делать, что должно, то есть говорить правду. А там пускай Господь решает, и люди, которые ищут действительно правду, в любом случае ее найдут. Плохо только, что для этого потребуется очень много времени. Но ничего, надо уметь тоже ждать. Если же говорить по поводу вот этих формирования смысла, то, о чем мы говорим, а по поводу внутренней борьбы, мы с вами беседу, в принципе, практически с этого-то и начали, что надо, прежде всего, победить себя, свою ленность, свое невежество, свое нежелание, наверное, или безразличие. Это те самые главные войны, которые каждый человек ведет внутри себя и должен, если он действительно человек, ну, а не тварь дрожащая, да, цитирую его пластикой, он обязательно должен это сделать. И, как говорил в свое время Барон Мюнхгаузен, надо, говорит, периодически себя поднимать за волосы и не встряхивать. Да, вот, наверное, это тоже немаловажный момент. Вот нам сегодня пришло время всем нам поднять себя за волосы и немножко встряхнуть из того болота, в котором мы находились. Болото, в котором самое страшное произошло с нами. Мы перестали быть сами собой. Мы перестали быть русскими по сути своей. То есть это люди, как бы, духовные, это люди сильные, это люди убежденные, осмысленно проживающие свою жизнь, понимающие четко каждый человек, каждый русский человек четко знает всегда вот из детства в ответ на вопрос, зачем он живет, ради чего, какая у него жизненная миссия лично у него и у всего его народа, к которому он принадлежит. Мы все это потеряли. И сегодня, когда об этом говоришь, к сожалению, находится очень много людей, которые тебя просто не слышат. Они начинают рассказывать о каких-то странных фантомах, которые из какого-то совершенно идиотского прошлого, где, на самом деле, повторюсь, в том прошлом, ну, ближайшем прошлом тоже не было тех смыслов, которые сегодня перед нами поднимаются. Это действительно очень важно. Я просто... Почему меня, например, это важно? Меня очень радует, что мы с вами выучили на эту тему, потому что я, собственно, в своей научной деятельности следую историю софии русского мира и сейчас, дай бог, надеюсь защитить кандидатскую в этом году на эту тему. Ну и плюс по поводу информационной деятельности. Ты, получается, начинаешь говорить человеку о главном, о сути, так сказать, от печки, от которой надо было бы плясать, а тебе начинают рассказывать, да нет, это все не важно, важнее совершенно другое. И не понимаешь, что на самом деле бегать и тушить пожар в избе, не ликвидировав очаг этого пожара, это все просто бессмысное. Ну, не буду сейчас шутить, потому что, наверное, не совсем та тема. Но это советами замучивают, понимаете, а толку никакого не будут. Мы так в результате никуда не придем. Вот мой тезис, генерал-лейтенант службы внешней разведки России, Мишетников Ильин Петрович, очень умный действительно человек, он возглавлял же управление, аналитическое управление всей службы внешней разведки России и в свое время общались с Кислинджером, где-то это был, по-моему, 16-й или 15-й год, когда уже началось напряжение серьезное в отношениях Америки и России. Он вот общался с его помощником и там был спор очень серьезный. И тут этот помощник начал кричать, тоже уважаемый американский общественный деятель, политика, я его фамилию не вспомню сейчас, что, как вы, говорит, русские не понимаете, у нас у американцев есть своя миссия. На что папа говорит, слушайте, а какая? Это интересно. Это мы, говорит, американцы, рождены, чтобы править миром. На что ему мой отец говорит, слушайте, а вы не предполагаете, что у нас у русских тоже есть своя миссия? Вот очень сильно удивился, сказал, да вы что, какая же? И папа говорит, не дать вам этого сделать. Вот здесь вот и складываются вот эти шестеренки, они тут в замок ложатся, начинают крутиться. А ведь действительно, если посмотреть на историческую ретроспективу, ведь действительно всю свою жизнь мы останавливали тех, кто возомнил себя Богом на земле. Тех, кто возомнил себя тем, кто рожден для того, чтобы править миром. Мы всегда, всегда действительно с Божьей помощью закрывали этот проект, начиная, там, может быть, Тевтонцы, Карл Станин 12, там, не знаю, Наполеон, там, где-то. То есть мы всегда эту тему закрывали. И сегодня, в принципе, мы находимся внутри ситуации, выйти из которой мы можем только через осознание этого смысла нашего народа. Наша задача, жизненная миссия, ради которой стоит не только жить, но и умереть, закрыть этот проект гегемон. Это основная наша задача. Да, для этого потребуется очень много сил и времени. Ну что, мне кажется, что ради такой задачи имеет смысл пожить. Соглашусь, соглашусь. Ну, к обыденному, если позволите. Вот, после этих событий, мы же знаем, мы все в преддверии большого праздника, Дня Победы, и судя по новостям из Москвы, парад никто не собирается отменять. Ну, на мой взгляд, это правильно. Ну, а как вообще настроение у людей, вот что говорят по этому поводу? Сомнений в том, чтобы проводить или не проводить, конечно же, нет. Все понимают, что проводить, потому что это наша традиция. Эта традиция сегодня актуализировалась, наверное, как никогда. не буду по нальчину говорить насчет того, что даже в 41-м, в 42-м, вернее, году все праздновали и так далее. Вы понимаете, настроение у людей нет никакой какой-то такой паники. Есть какая-то очередная, то есть наши враги добиваются совершенно обратного. Вместо того, чтобы нас дезориентировать и разобщить, и, может быть, вызвать какое-то внутреннее недовольство, слабостью, или чем-то нерешительностью, или чем-то еще. А это понятно, что это на поверхности тоже лежит, оно вроде как само по себе напрашивается. Люди максимально сконцентрированы. Максимально сконцентрированы, максимально общаются в этом отношении, чтобы как можно быстрее и как можно качественнее закрыть украинский вопрос. Не согласиться с ним, не смириться с ним, не договориться с ним, а просто закрыть этот вопрос, потому что он раздражает всех, а самое главное вот это отношение к Иуде, который предал родного брата, это, конечно, страшно, как бы, вечное. Вот Запад, чего Запад смог добиться за это время, самое страшное, вот это как раз я пару недель назад давал интервью к экономисту этому глобалисту, я говорю, что вы, западники, добились самого страшного в русском человеке, вы смогли вызвать в нас к себе разочарование, мы, говорю, вас разочаровались, мы больше вами не очарованы, а это значит, вы не сможете больше нас обмануть, вот, но так как это было раньше, может быть, по-другому да, но так как было раньше нет, вот и сегодня, собственно, по украинскому направлению тоже есть не то, что разочарование, есть просто понимание, что этот проект должен быть закрыт раз и навсегда, и в этом смысле, конечно, то, что мы один народ, то, что они не справились с той исторической возможностью, которая у них появилась в результате определенных событий, это витает в воздухе, а если, повторюсь, раньше многие готовы были смириться с этим, то сегодня, после вот недавних событий, но они же, обратите внимание, за последнюю неделю очень много всего произошло, и кремлевская диверсия это только один из, элементов. Безусловно, просто не занимать время, да, это самое яркое, да, событие, из череды, безусловно, и эти хранилища топлива загорались, и на железной дороге диверсии, это все вместе, безусловно, но просто Кремль, ну, это символ. Да, безусловно, ну, таким же символом был, если помните, корабль, который Москва, таким же символом был Крымский мост, то есть они бьют таким по символическим точкам, бьют очень верно, на мой взгляд, ведут войну, ну, если рассматривать с их точки зрения, очень правильно, то есть, прежде всего, в информационном пространстве, а для, и, в принципе, все их действия в реальных боевых действиях, или в террористических акциях, подчинены именно медийной составляющей, ради нее все это и делается. Вот, повторюсь, это третья мировая война, да, которая уже идет, она идет, прежде всего, в ментальном пространстве, через прокси, некие такие вариации, вот, и сегодняшний вот этот удар, он, безусловно, он, наверное, наверное, Запад рассчитывает на какой-то накопительный эффект, мне вообще кажется, что Запад рассчитывает использовать опыт Первой мировой, когда Россия внутри раскололась, да, и чтобы потом на фронте, как говорится, начались поражения, и все потом сказали, да ну вас, и превратили, как писал, как-то мерзавец Ленин, там, империалистическую гражданскую войну. Вот наша задача этого не допустить, чтобы у нас не началась гражданская война внутри России, поэтому надо об этом говорить, надо использовать опыт и учить уроки, исправлять ошибки исторические, учить уроки истории. Поэтому наша задача сейчас концентрироваться, что и происходит вокруг нашего лидера, концентрироваться и объединяться с одной единственной целью. Сколько бы для этого не потребовалось времени и ресурсов, мы должны победить. Не просто не проиграть, а именно победить. Победой для нас будет закрытие украинского проекта, победой для нас будет обрушение гегемонии Запада, победой для нас будет возможность жить в своей стране, как это сегодня и происходит, и самим решать, а не писать под дудку западных этих мерзавцев, да, свою судьбу, судьбу свою и своих детей. Когда вы говорите так вот, жить самим и самим решать свою судьбу, мне прямо вспомнилось недавнее послание Народу и Парламенту президента Беларуси. Вот очень схожая мысль. Да, собственно, добиваемся мы одного и того же, и здесь, и там хотим, в общем-то, одного жить своей судьбой и самим решать, что нам делать и как. Спасибо вам большое, Юрий, за этот разговор. С наступающим праздником, с Днем Победы. Пусть все будет хорошо. Ну, хотя работа, конечно, предстоит всем огромная и очень тяжелая. Да, ну, оно того стоит. И вас с наступающим Днем Победы. Знаете, я всегда говорю, быть добру в разговоре с умным человеком, а вы действительно очень умный человек, это видно. Но я бы еще все-таки хотел сказать, поскольку сейчас еще идет это вот светлые дни, вот после Пасхи, Христос воскрес, воскресница России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова